Это Укрлайф. Мы продолжаем наши прямые эфиры и гость нашей студии Виктор Небоженко. Представлять его, конечно, смысла нет никакого. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот масса же вопросов к вам накопилась. Но на чем, наверное, самого резонансного и важного для Украины это доклад о катастрофе самолета М-17? Вот и разные реакции мира и даже в Украине. По-разному было все это воспринято. Как бы вы проанализировали? Во-первых, очень хорошо время окончания этого доклада. Они могли тянуть еще и год, и два в силу противоречия. Такие вещи обычно десятилетиями тянутся, если есть страна, которая не заинтересована в открытии истины. Тут очень важно, потому что где-то международное сообщество немножко разочаровалось и плюс устало от Украины. А тут опять возникает то, в чем Украина как бы присутствует, и уже без этого не обойтись. Это первое. Второе, очень важно, что, знаете, этот доклад, кроме поиска истины, это правильно, это самое главное, он, в общем-то, должен воздействовать на некую стимуляцию ценности солидарности Европы. Там начинаются различные точки зрения, нужны ли санкции или нет, уже открытые призывы отменить санкции, или сделать не такими, ибо процесс якобы ничего не происходит. И, кстати, и та же Голландия, мы знаем, довольно прохладно относится как к Украине, участнику ЕС, так и к Украине в связи с этой войной. И тут теперь голландцы никуда не денутся. То есть, ну, нельзя же сказать, мы против санкций, в то время, когда страна, против которой санкции, сбила ваши самолеты и погибли ваши граждане. Так что тут как бы происходит некая стимуляция, стимуляция и санкционного процесса, от которой Европа тоже устала и не чувствует своих как-то особых выгод. Они, прежде всего, ищут выходы. Они не видят, что это российская армия, ну, не полтора миллиона, 250 точно готовых уже, вот сейчас был грандиознейшее учение от Санкт-Петербурга до Владикавказа. Такого не было лет уже 30, и это же страшная угроза. И, наконец, очень важно, что этот доклад не только доказал, что виновата Россия, что это российские ракеты, и Россия таким образом выступает спонсором международного терроризма. Она как бы ограничила и показала некие внутренние изъяны очень модной и очень циничной, и очень опасной постмодерновой теории вооруженной борьбы, которая называется гибридная война. То есть можно зайти, можно захватить чужую территорию, сказать, что здесь нету. Но, оказывается, нельзя. Потому что, и это очень важно, вот я сейчас скажу очень важную вещь. Все говорят, ну почему не признают того, что вот, может быть, случайно сбили, хотели сбить свой самолет, чтобы сделать провокацию, а я к этой склоняюсь версии, но сбили чужой самолет, хотели сбить украинский самолет, а я думаю, что это не так, потому что ракеты очень мощные, не для украинского самолета, а не получили, сбили чужой. Но тут стоит вопрос, кто виноват, главнокомандующий этой страны, который совершил преступление, или, грубо говоря, военные стрелочники. И вот, грубо говоря, Запад поставил президента Путина в такую растяжку. Он, как всегда, ничего не чувствует, потому что надо отдать должное, что уровень интеллекта заменяет претензии на и амбиции, и вооруженное хамство. Но при этом эта растяжка никуда не делась. Она стоит, и она остается с президентом. То есть, либо президент Путин говорит, да, виноваты военные, я накажу полковника такого-то, такого-то, такого-то. И говорит, список мертвецов, которые по каким-то причинам уже давно погибли. И вот следствие закрыто, все, мы не виноваты. Или тогда международное сообщество будет обвинять в этом самого президента Путина. А это, у нас же есть уже хорошие примеры, ну как хорошие, в кавычках я говорю, когда Ливия сбила под Локбери самолет, взорвали, и это длилось 15 или даже 20 лет, и они еще и заплатили колоссальную, ну не контрибуцию, а компенсацию. Здесь будет то же самое. То есть, весь мир говорит, надо делать точно же такой процесс. А Россия, которая хочет быть мировым игроком, вдруг попадает под международный процесс. То есть, Запад открытием этого доклада не просто добивается истины, а закладывает новые основания для будущего международного порядка. Это очень важно. То есть, не просто соберутся на конференцию, как это было в 20 веке, там, Сталин, Черчилль, Рузвельт, а уже в рабочем режиме мир начинает формировать новые правила, заключающиеся в том, что даже гибридная война, как для Соединенных Штатов или для России, она имеет какие-то границы. Дальше. Нельзя нарушать какие-то базовые принципы. Кстати, Россия не просто нарушила базовые принципы, которые относятся к отказу от ядерного шантажа. Начиная с 1972 года никто никому не шантажировал. И после этого пошел хельсинский процесс и так далее. Вот как только сказали, что не надо считать, у кого больше оружия, а он действительно, помните, в 2015 году, в 2014 году открыто говорил, что мы готовы испепелить и так далее, и так далее, и так далее. Миру это очень не понравилось. То есть, если ты нарушаешь границы, это один уровень нарушения международа. Если ты захватываешь территорию, это второй уровень нарушения, но когда ты еще грозишь миру и этой стране этим ядерным оружием, это уже такой ядерный шантаж, который, повторяю, уже 40 лет не присутствует. Наконец, если вы сбиваете гражданские самолеты своими ракетами на территории чужой страны, то это уже тот уровень, когда нет ни одного колочка земли в мире, который вдруг не окажется в несчастье. Малайзия, какое отношение Малайзии имеет к Рублевке, Кремлю или Путину? Казалось бы, никакому. А вот, оказывается, или Голландия, которая уже, кажется, не воюет никогда уже, давно уже, понимаете? Ну, не считая там германского захвата, и то он там недолго длился. И вдруг такое. Но, оказывается, что пока мы с вами обсуждаем, Путин пошел дальше. Он начинает ревизировать договоренности по снижению ядерного присутствия в мировых странах. Вы знаете, он отказался сейчас от того, что... Утилизация Плутония, вы хотите сказать? Да, да, да. Да, но я даже не про ревизию. Я хочу, видите, я же выстраиваю степень вины России перед миром. Не перед нами, перед миром. Мы оказываемся просто на передовом рубеже. А это такого не было. Шантаж. Мы не дадим ядерные вещества, а вы снимите все санкции. То есть... Просто снимите. А еще вот можно я, Виктор, даже акцентирую, что на самом деле непросто. А компенсируйте ущерб от санкций, да? И в обмен на возобновление договора об утилизации Плутония требует сократить численность военных сил НАТО у российских границ, отказаться от недручной политики в отношении Российской Федерации. И, конечно, отменить так называемый закон Магнитского. Это на самом деле очень интересно. Это ультиматум? Что это такое? Вот я давно уже не выезжаю за границу, но тут я часто общаюсь с дипломатами. И я говорю, ну а в чем психологическое ваше недовольство Путиным? Потому что вот он такой лидер, а вы так за Украину. Нет. Он считает нас всем глупыми и что мы можем выдерживать ложь. Но тогда, значит, мы некомпетентны и во внутренних делах. Путин подставляет нас тем, что он дискредитирует европейскую геополитическую элиту. А так не бывает. Поэтому, говорит, дело не в вас. Мы стоим за вас только из-за того, что он считает нас дураками. А мы все, это элиты, это люди, которые по сто лет двигались к своим, через поколение двигались к своим постам. И вдруг он им предлагает участвовать в игре, смесь шахмат, русской рулетки и в дурака. То есть то, что он называет международная гибридная дипломатия. То есть, с одной стороны, мы с вами ведем серьезные разговоры, а через пять минут я могу сказать, а вы знаете, черное это белое, белое это черное. В личных разговорах они еще могут согласиться. Ну на глазах всего общества. А тем более, вот та же Меркель, она же пыталась с ним играть, делать вид, что да, действительно, я не обращаю внимания на что он делает. И этим же тут же воспользовались ее политические враги. В Англии тоже, они до сих пор, до Брексита тоже, и так, и закрывали глаза, и открывали. Все, ситуация изменилась. То же самое с Оландом. Он похлопывал по плечу Путина, говорит, ну хорошо, но ты как-то здесь у Тихомир приезжал к себе и говорил совсем другие заявления. Сейчас тоже плохо все заканчивается. То есть западная элита поняла, что принятие правил игры Путина, где нету правил, прежде всего страдают их внутренние статусы, а не потому, что они нас сильно любят. Это слава богу, то есть нарушается что-то фундаментальное. Так вот этим заявлением сейчас он выходит дальше. То он пытался их обманывать и вместе с тем дружить, а тут он уже пытается шантажировать. Ни один политик не может принять шантаж, ни один. Если завтра какая-нибудь маленькая Венгрия скажет, а мы испугались, значит тут же конфликт внутренний. Тот же Обама, которому осталось всего несколько месяцев, принципиально не может сказать, что, ну вы знаете, я закрою глаза на шантаж. Мир еще не подвергался шантажу. Да, есть одна страна, которая шантажировала весь мир. Это Северная Корея. Ну все понимают, что там есть Китай, там есть Япония, там есть Тайбань, там есть огромная 50-тысячная группировка. Ну в общем, что там говорить? Ну все понимали, что это далеко и не так опасно. Но когда большая страна вдруг говорит, давайте откатим назад. Ведь, понимаете, противоположный шантажу в международных отношениях есть другой. Говорит, давайте выйдем на нулевой уровень конфликта. То есть перевернем страницу, как говорят хитрые дипломаты. А тут он наоборот говорит, давайте вырвем все страницы, и вы мне заплатите еще за это. Я вырвал сам страницы, разрушил международный порядок, а вы теперь еще заплатите за то, что я их вырвал. То есть это настолько сильный удар и по Меркелю, и по Обаме, что я даже не знаю, сейчас должны 24 часа в сутки все дипломатические ведомства работать на износ. Это не Сирия, это не конфликт с Украиной, это нечто большее. И я даже не просто... Тот, кто это сделал, мне трудно предсказать. Я все в виду о нас. На самом деле, все, что я говорю про дипломатию, я думаю только о своей стране и о том, что... Во-первых, стало ясно, что мир признал, что Украина не виновата в том, что был сбит. Второе. Помните, мы все очень сильно переживали, а я вообще возмущался страшно, когда там война, а мы говорим там АТО. Так вот сейчас это единственная юридическая зацепка, что Украина не виновата в том, что чужая ракета оказалась на чужой территории и стреляет в чужой самолет. Мы же думали, что мы просто проводим АТО. Если бы мы объявили военное положение, мы обязаны были бы запретить над этой территорией полеты. То есть даже дело не в том, что они, нахально нарушив границу, залезли на 120 километров и это... А в том, что мы не говорили миру, что это война, мы были уверены, что за несколько месяцев мы справимся с этой проблемой. Кто знал, что после того, как они привезут Буки, начнется еще прямое вторжение. Ну вы знаете, закончится котлами для нашей армии, но надо было, может быть, военным это предусмотреть. Поэтому уже тот факт, что мир встал на сторону Украины и признал, что мы часть этого мира, уже здорово. Нету двухсмысленности. Дело даже не в том, будет ли Гаггский суд, будет ли решение по Легбери, будет ли компенсация в 15 миллиардов. Это уже не так важно. Это мир воясняет отношение с Россией. Что нам там достанется, это тоже не важно. А то, что это очень здорово, это значит, да, идет война, но виновен одна Россия. Ну вот в продолжении того, что, в продолжении вчерашнего ультиматума Путина, вот уже отреагировали и Штаты. Вот я, последнее новое, что было, что Америка вышла из переговорного процесса по прекращению обстрелов в Сирии. То есть это немаловажный фактор. И вдруг снова в Штатах заговорили о, наоборот, усилении санкций против России и уже связанных с Сирией. То есть вот во всем и в то же время Виктория Нуланд летит в Москву. Ну это вот эта знаменитая гибридная дипломатия. Думать о продолжении, о шагах по выполнению минских договоренностей. Вот Виктор, что нам вот в таком, казалось бы, усложненных отношениях между Россией и Штатами, что нам ожидать? Ожидать очень важного. Не получается с минскими соглашениями один, минскими соглашениями два. Мы всегда это критиковали, это открыто говорил. Они не технологичные, они не правильные, они в пользу одной страны. Поэтому другая страна, которая теряет лучшую часть своих людей, не может на это согласиться. Даже если это согласился наш несчастный президент. Я говорю несчастный, потому что это чудовищная ошибка, которую исправляет украинский народ. Это поразительно. Мы этим европейцы. Да, мы очень плохие. Но то, что мы говорим нашей псевдоэлите. Вы делаете ошибку. Мы на эту ошибку не пойдем. А они же были уверены, как всегда, ну как там, Ющенко что хотел, то и делал, Кучмин что хотел, то и делал, Янукович что хотел, то и делал. А этот счастливец, знающий несколько иностранных языков, не может расправиться с этой страной? Нет, не может. Но это очень важно, потому что теперь нужно понимать, будет ли минские соглашения три, а если тут не получается система развода, то навряд ли. Или переходит к нормандскому формату. С нормандским форматом ничего не получается, потому что Путин же хамоватый человек. Он знает, что Оланд уходит. Он знает, что Меркель проигрывает выборы. И он ведет себя, как будто не хочет он разговаривать с теми, которые, в общем-то, недолгожители. И они это чувствуют, им это обидно. Значит, уже нормандский формат не получается. Но даже если бы Оланд только начал свою предетскую карьеру, и Меркель была всесильная, они все равно не вкладывают в некие системы гарантий, так как, допустим, те же Соединенные Штаты. Поэтому на самом деле нужно переходить к тому, что с самого начала было. Женевский формат, в котором присутствуют Соединенные Штаты. И я думаю, Оланд поехала именно для этого. Вы надеетесь на это? Да. Ну, потому что там есть такой нюанс. Потому что в женевском формате, вы помните, это в самом начале. Ну, только совещание было. И после этого начали санкции. Но тогда Россия признала себя участником конфликта. Поэтому она приехала на переговоры. Вот теперь признание себя участником конфликта, это очень важно. Возвращаясь в последний раз к Локбери, нашей европейской, донецкому Локбери, к сбитому Боингу. Я смотрю российскую либеральную прессу. Они намекают, ну, давайте признаемся, что это была ошибка. А теперь же ситуация. Повторяю, либо он обвиняет это военных, а военным это не понравится. За ними ГРУ и так далее, и так далее, которые, соответственно, не любят ФСБ и так далее. Либо нужно президенту брать на себя ответственность. То есть Запад сделал вот эту растяжку, и она очень важная. Потому что пойдут же фамилии. Полковник Голопупенков, полковник Иванов, Сидоров, Петров. А у полковников дети, внуки и так далее. Вдруг оказывается, что закрывается путь сразу большим группам людей. Это до сих пор Запад давил на окружение Путина, на его Тимченко, на Ротенбергов и так далее. И говорил, цена вопроса. Ваша собственность на Западе, вы поддержите Путина. Выясняйте. Либо мы находим способ ее репизировать, а вы знаете, что будет. Это будет самолет. Я не удивлюсь, если завтра следственная группа скажет, вы знаете, мы потратили 100 миллионов. Но да, они же действительно собирали. Два года это люди работают, кто-то же это финансирует. И пожалуйста, давайте пусть теперь страна-виновница будет финансировать, расследовать, если она действительно заинтересована в уменьшении вины и так далее. И в этой ситуации Запад пошел дальше. Мало того, что он столкнул этих олигархов и богатых людей с Путиным, и им тяжело, и он выясняет их лояльность. Но теперь и военные должны себе как-то вести. Но Россия принципиально не может признать даже то, что ей намекает вот эта российская интеллигенция. Давайте признаем, что это был несчастный случай. Но ракета это не несчастный случай, это не гастроном, это не промторг, это не военторг, как говорил Путин тогда, помните? То есть тогда рушится вся система обоснований войны и разрушения международного. Но нельзя тогда с мелочи начинать. Они нам доказывают, что это была десятилетняя подготовка к всему. И мы думаем, ну да, так жестоко, но оказывается, что все это экспромт одного человека, и под него построили все остальные. Поэтому хорошо, что Донбасс уже разделили с Боингом, это очень важно. Но Донбасс остался. И я думаю, что, я буду с вами откровением. Знаете, вот представьте себе такой диалог, трагический диалог. Донбасс кричит, не в сторону Киева, а в сторону Москвы. Услышь нас, знаменитый, помните? Ну конечно, да. А в ответ Путин говорит, а мы ничего не обещали вам. Возвращайтесь назад, начинайте все с чистого листа и готовьтесь к щадящей украинизации. Готовьтесь к тому, что у вас будет санация, она будет обязательно, украинцы это умеют уже делать. Что у вас будет демилитаризация, все оружие в течение трех часов, если не передадут, плюс проверка рук, плеч и так далее. Все, что делали россияне, кстати, в Чечне. Ну и наконец, первичная демократизация. Надо хотя бы на местном уровне возвращать туда. И тогда сразу вам ответ. Нужны ли какие-то особые районы в Донецке, в Луганске и так далее. Конечно нужны. Но с потерей прав для участников, с организацией трибуналов, с организацией первичной демократической жизни. Ну как делала американская администрация в Западной, в Германии? Как она это делала в Японии? Мы ничего не придумываем. Точно так и будет. Все. Не типа выделить особую, как вот хочет Медведчук, Путин и это Опа и так далее. А некие полномочия военно-гражданской администрации, которая будет иметь очень серьезные полномочия, но при этом колоссальная ответственность перед правительством, перед президентом, перед парламентом. И все постепенно будет двигаться. Это ничего страшного нет. То, что разрыв в общественном сознании произошел чудовищный. Ну так попробуйте вы приехать из Чикаго. Я вам расскажу свой конкретный этот. Я приезжаю в Чехас. Это было 20 лет назад. И вижу этот флаг знаменитый их в этом баре. А уже где-то часов 11. И я что-то шумно рассказываю переводчику, естественно, местному ЦРушникову. Я говорю, да как это так? Я был в Чикаго. Да это невозможно. Он говорит, спокойнее, не привлекай к себе внимания. Мы в Далласе. Мы в Далласе. Успокойся. Вот хочешь выступать, мы следующий у нас в Сакраменто. Там будут слушать абсолютно безразлично. Потому что Калифорния вообще не понимает выяснение отношений между Чикаго и Далласом. Хотя Калифорнию не любит, Даллас не любит, Чехас не любит Калифорнию, Калифорнию не любит Чехас и так далее, и так далее. Но конфликт рано-то осталось. Так что она тоже будет долго. Но в принципе восстановление страны вполне возможно в целом. И есть методы и все. Лишь бы была политическая воля. А вот ее нету. И вот в продолжении политической воли, и так политический кризис, и парламент, и все это. Боже, как много было говорено в конце политического сезона. Но скажите, Виктор, вы же у нас не были с начала политического сезона. Но вот политический кризис разрешен, и вот роль в нем президента. Да, президент поступает правильно. Он пытается создать режим личной власти. При этом не меняя конституции. Он постоянно дискредитирует через свои ресурсы ту же Верховную Раду. Вы видели, как, например, избирался генеральный прокурор. Только такой остроумный генеральный прокурор мог согласиться на такое избрание. И то только из-за того, что человек сидел в тюрьме, и ему сейчас безразлично. А они еще не сидели в тюрьме. Ни премьер-министр, ни президент. А он уже сидел. То есть он как бы отсидел. То есть есть надежда, что не будет уже хронического. Второго, третьего и так далее. То же самое с судьями. Бокажу, свежее. 30 судей сумели организоваться. И сумели добиться, благодаря президенту, того, что полностью процесс их парламентской иллюстрации был полностью разрушен. Вы же видели, как скандально вели себе депутаты. Они просто убегали. То есть это уже парламент, который деградировал гораздо больше, чем парламент Януковича. Это очень плохо. Это невероятно плохо. Меня часто говорят, что ты политтехнолог, ты политолог, ты заинтересовался в досрочных выборах. Но если тяжело больной организм. То есть у парламента, он отдает все свои полномочия президенту или администрации президента. При этом он мало вмешивается в дела Кабмина. Но в результате оказывается, что парламент самая слабая ветвь власти. А теперь смотрите. Мы помните, с вами говорили про суды. Парламент это не что-то как законодательный орган. Он издает какой-то закон. На основании этого закона должны действовать и правоохранительные органы, и суды. Но суды принципиально сейчас не просто саботируют, а перешли в консервативное наступление. То, что делают суды сейчас с украинской судебной системой. Несмотря на то, что с 1 октября там принято. Они полностью восстанавливают некие консервативные и феодальные основания. Мы судьи, мы решаем сами свои вопросы. Да нет. Вы часть Украины. Такие же, как и регионы, как и отрасли, как и министерства и так далее. Следующий кризис. Это уже кризис правоохранительных органов. Вечное столкновение между НАБУ, новыми прозападными структурами и Генеральной прокуратурой. Луценко при всей его остроумности, при его фильетонности, при его карикатурности, при его желании мешкапелек пройти. Он мне очень напоминает очень молодого Кравчука. Он хочет помочь президенту Порошенко бороться с экономическими и политическими противниками, но вместе с тем хочет его пережить. То есть хочет остаться прокурором и для будущего президента. Это же такое дело. Да. И вот так все как-то мешкапелек. С одной стороны, он понимает, что Запад стоит за НАБУ, как мощной новой системой. А между тем, он по-прежнему говорит, а давайте мы будем отдавать вам дела про алкоголиков, бытовые какие-то дела. А вот серьезные проблемы, где миллионы долларов или какие-то взятки, мы будем оставлять себе. То есть, а как это ты? Кто ты такой, что ты это делишь? Вот что плохо. Этот конфликт, пока внешне, он выглядит очень просто. И, кстати, дипломаты это все чувствуют. Это некий конфликт между структурами, субъектами правоохранительной деятельности. Это конкуренция за рынок коррупции. То есть, если я не могу ничего сделать через НАБУ, то я могу прийти в Генеральную прокуратуру. А там масса маленьких бриллиантовых и серебряных, и золотых этих прокуроров, которые ничего не боятся. Они уже поняли, что не будет перестройки, не будет никакой реформы. Вот, возвращаясь назад, вот этот конфликт, допустим, внутри Верховной Рады, когда, с одной стороны, нету официального парламентского большинства, которое несет политическую ответственность за каждое действие, но есть криминальное, даже не криминальное, нелегальное большинство, состоящее из оппозиционного блока и блока Петра Порошенко, ну, это же плохо, которые не несут никакой ответственности. Потому что по их декларациям это ничего. То же самое в Кабмине. Конфликт между премьер-министром, жесточайший такой колхозный конфликт с МАТом, и с вице-премьером Зубко. Это же не просто люди одного возраста, и где-то у себя в кабинете премьер-министр кричит, я в 14 лет уже малиновый пинжак носил, у меня уже была цепь, и меня уже боялись все колхозные рынки в Винницкой области. А кто ты был тогда? Кем ты? Ты только осваивал программы Макинтош и так далее. Кто ты был тогда? А я уже тогда был большим человеком. И это конфликт просто двух мировоззрений. То есть украинская федерализированная власть, это наша, и мы имитируем реформы. И попытки каких-то реформаторских политиков, естественно, переходят на личный уровень. И то же самое правоохранительные органы. То есть везде падает некий реформаторский потенциал. То есть, с одной стороны, президент концентрирует власть. И у него это получается. С другой стороны, он стравливает всех. И молодых политиков со старыми. И смотрите, как он расправляется черным пиаром и серым пиаром с этим садовым конкурентом на будущем выбором. С этим Лещенко, с Тимошенко. То есть он везде старается действовать принципом выжженной земли. Чтобы на следующий выбор вдруг оказалось, что население скажет, «А что работает? Немае выбора». Ну так все это сейчас и говорят. Какие же вы выборы хотите? Не за кого голосовать. Кто придет? И вот сплошь и рядом же эксперты мне говорят. Да вы что говорите? Какие выборы? Нет. Выборы должны происходить до тех пор, пока не изменится политика страны. Это я вам как профессор политологии заявляю. Делаем, как это нету. А 25 миллиардов долларов вывозят за каждый год, и никто не говорит, не троньте их, пусть они вывозятся. Страна теряет даже способность к реформе. Если еще после Майдана была воля к реформе, если еще было единство какой-то украинской политиковой элиты и населения, то теперь население гораздо более реформаторски настроено, чем сама элита. Это очень опасный процесс. И потом наступит какой-то момент, когда нельзя уже ничего реформировать. Ну, например, можно реформировать еще раз правоохранительные органы? Нет. Пытались что-то сделать с полицией? Не получается. Пытались что-то сделать с милицией? Не получается. Пытались что-то делать с кадмином, введя туда иностранных министров и консультантов? Не получается. Значит, второй, третий раз уже этого делать нельзя. То есть мы где-то сужаем свою возможность вырваться не из нищеты, а из консерватива. Это как с болезнью. Врач приходит, начинает давать лекарства. Что-то получается, что-то нет. Вы же не говорите ему, о, нет, давайте продолжать дальше. Вы же говорите, да, давайте новые лекарства. Это тоже выбор. Он пробует, какие лекарства подействуют на эту болезнь. Он не говорит, нет, 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 вы знаете, вот это лекарство и все. Меня так учили в школе. Вот почему я говорю, досрочных выборов это некая форма давления населения на власть, потому что в любой момент вас могут лишить этого. И второе, если не происходит, если буксует власть, если страна буксует, если кризис продолжается, значит нужно опять обновлять. Другой вопрос, что обновление очень трудно сейчас делать из-за мощного административного ресурса. Я вам скажу, что если вот завтра президент Порошенко перед Новым годом выйдет и скажет, это 3 января я привожу выборы, он выиграет сумасшедшим в один тур. Почему? Потому что 5 областей находятся в зоне АТО. Значит, что там творится с выборами, точно так, как и было в 2014 году, тоже никто ничего не скажет. И административный ресурс сейчас очень силен. Средства массовой информации олигархические тоже подыгрывают власти, потому что они понимают, что любые изменения в Верховной Раде приведут к деолиграфизации. А они не хотят идти на контакт с населением. Знаете, вот не контакт с властью. Вот есть такой старинный термин. Вот вылетело уже с головы. Хорошо, тогда иначе. Европа 18 века, и 19 особенно, когда прошло уже государство, из абсурдических появились какие-то гражданские общества, какие-то более демократические государства, она столкнулась с серьезной проблемой. Что делать с силой католической церкви? И вот тогда, даже в примере Италии, придумали конкордат. Конкордат. Вот сейчас вспомнил это слово. То есть, когда церкви говорят, вы признаете нашу духовную власть? Все говорят, да, 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 да. Но вы не лезете в политику? Нет. Но с этой минуты точно такой же конкордат нам нужно с олигархами. Ребята, вы должны отказаться финансировать блок Петра Порошенко, радикальную партию, ОПА и так далее. Пусть сами добиваются своих. Вот сейчас где-то по нашим исследованиям, где-то больше 4% уже у очень странной партии жизнь вместе с Рабиновичем. Это же они наступают на плечи или наступают на пятки оппозиционному блоку. Они же только там имеют. Так вот, пусть много партий будет, ну пусть будет какие-то общие правила. Плюс открытые списки. Открытые списки позволят создать публичную иллюстрацию. Потому что уже не спрячешь того, который сидел здесь, брал, занимался много игрой на пианино, много голосованиями и так далее. Это важно. Если это не поможет, через полгода опять. Вот вам пример. Испания третий раз проводит. И почему они, капиталисты, они говорят, ну что вы, зачем же тратить деньги? Ну не получилось, ну ничего страшного. Нет, политики говорят, не создалось большинство, неэффективное правительство, мы опять идем на выборы. Все правильно, ничего страшного в этом нет. Если надо, полгода надо делать выборы. Ничего страшного нет. Виктор, вот скажите, пожалуйста, помните, вот при Ющенко был принцип борьбы с оппозицией и с людьми неугодными ему. И тогда применялось два термина, которые сейчас, ну просто мне режут ухо, глаз, я не знаю, наверное, вам тоже. Это все популисты, кто против меня. И второе, они рука Москвы. Вот это же в его время было введено. И это сейчас по-прежнему работа. Сейчас немножко модифицировано. Первое, вы все популисты, а если не работаете, есть супер. Первый, второй, сильный, но тоже популистский носит. На нас нападет Путин. Даже если завтра Путин исчезнет, там спрячется, это Благовещенский, нам все равно будет президент и скажет, вы мешаете нам. И я вам скажу больше, я наблюдаю со своей группой, со своей службой, очень интересный процесс. Это, кстати, не обратил один молодой человек, когда мы разбирали, он говорит, Виктор Сергеевич, сейчас очень активно идет разговор о том, что это популисты. А потом очень активно идет разговор, что это антикоррупционеры. Виктор Сергеевич, не кажется ли вам, что... Ну, это что значит молодое сознание? Что такое свежее восприятие? Он говорит, нам сейчас дадут игру на найских мальчиков, когда вот один человек изображает двух борцов, и весь зал хохочет и смеется. То есть, один выиграет, то второй проигрывает, но это один и тот же человек, только одет в две куклы. То же самое здесь. То есть, нам сейчас покажут антикоррупционеров, ну, вот уже Полещенко там и остальных, и антипопулистов. И это на полном серьезе, да, стали разбирать. Оказывается, уже есть группа в Верховной Раде антипопулистов. И более так, по степени популизма они жесточайшие ребята. То есть, это уже популизм какого-то такого рафинированного. Нового поколения. Нового такого, да, да. И антикоррупционеры, шикарные ребята, выходят и говорят, так и так, там коррупция и так далее. Да, теперь я иду покупать себе хорошую квартиру. А потом, на следующий день он выходит и говорит, да, ничего неприятного не произошло. Следующий коррупционер. То есть, коррупционеры, которые критикуют коррупционеров. Популисты, которые критикуют популистов. Но вот как населению в этом всем разобраться? Это очень плохо. Вот это новые тенденции. Очень опасно. Ну вот еще, и хотел бы продолжить. Вот при Ющенко была такая вот работа против конкурентов, вот по дискредитации, скажем, да, имиджевой. А Янатольевич пошел дальше, он просто стал сажать в тюрьму, не упомя. Да, да, да. Вот вы считаете, Петр Алексеевич, зачищая или в попытке зачистить вот такое политическое пространство, он скорее каким путем пойдет? Путем Ющенко или путем Януковича? Вот можем мы ожидать каких-то радикальных шагов? Ну, потому что все-таки не зря же он концентрирует в власть в своих руках, как вы сказали. Да, да, да. Тут две проблемы. Он умнее обоих. И Ющенко умнее, и умнее Януковича. Что значит умнее любой человек, если не умнее? Это не потому, что там много книг читает. А тот, который умеет предсказывать свои шаги больше трех шагов. Тот, который, ну это вообще хороший шахматист, если он три хода наперед. Он понимает прекрасно, что колоссальная концентрация власти сделает слабый Кабмин, уничтожит оппозицию. И любые попытки изменить власть, там выборами или не выборами, и любую критику. Но проблема реформы не меняется. Он остается один на один с тем, что должны были делать все. Можно нейтрализовать своих противников, но тогда стоит вопрос, что ты должен сделать ту работу, которую должны были делать все. Оппозиция, Верховная Рада, СМИ, общественное мнение, не дезориентированная СМИ, не толпа парохоботов, которые уничтожают все живое вокруг себя. Ему реформы уже надоели, он уже устал, прошел этот вариант, он уже это не хочет. Вот это так. Второй вариант. Можно всех зачистить на какое-то время, если он так уверен. Но для этого действительно нужно переходить на радикальные шаги. А это значит стать единственным опять источником социальной критики. Уже хорошо, не делаешь реформы. Запад говорит, ну что, вот мы ошиблись в нем, как и в других. Но тогда все, что происходит, рост налогов, тарифы, обнищание населения, выезд за границу, технические катастрофы, беспредел милиции, беспредел судов, все, оказывается, тогда идет к одному. Он тоже, как умный человек, не хочет вот этого третьего негативного шага на себе. Потому что, вы представляете себе, международное общество видит, что это антиреформатор, но обладатель всей властью, все. А общественное мнение и средства массовой информации внутри страны видят, что этот человек виновен во всем. Вот он мечется, с одной стороны, он старается всех строить, вот это концепция управляемого хаоса внутри страны. Конечно, поэтому Запад и говорит, ну, войди в какие-то консенсусные соглашения с какими-то мощными группами и пытайся делать реформы. Он обещает, как только самолет поднимается над Вашингтоном, у него, видимо, есть какая-то таблетка, помните, там, и он тут же забывает, о чем он не говорит. И когда он приезжает, говорит, господи, что так было хорошо, так в Вашингтоне хорошо было и так далее. То есть он не выбрал, брать ли режим личной власти, либо, а время идет, уже пошла вторая половина его каденции. Или все-таки поддерживать вот этот управляемый хаос, когда плохо и Верховной Раде, и оппозиции, и населению, всем. А он каждый раз говорит, я делаю все возможное, но они работают все хуже и хуже. Пока, в принципе, я не вижу, чтобы он сконцентрировал власть. Тот же Луценко не похож на человека, который будет арестовывать Тимошенко, там, оппозиционного блока, там, каких-то новых политиков и так далее. Юрий Луценко посидел уже в тюрьме и посидел зазря, его поймали абсолютно это. И я думаю, что он уже понимает не то, что это угроза для себя, а как это. Все остальные могут отдавать ему приказы. Второй вариант. Для того, чтобы создавать режим личной власти и вот это, вот, заставить, подтянуть себя, все, нужно не только быть счастливым человеком. Нужно, чтобы твой был начальник СБУ, начальник, министр внутренних дел, глава ГПУ и НАБУ. Они каждое утро, как при всех президентах раньше, при всех, в том числе и Ющенко, а тем более при Януковиче, каждое утро докладывали президенту. Кто с кем спит, кто взял какую взятку, кто плохо сказал что-то про президента, кто куда-то выехал за границу. Вот этим они его наслали. И он как, это как Шехерзада, который рассказывал этому, и это так оно и есть, это так и оно и есть. И каждое утро, получая информацию, им нужно было создать такой соленый набор, что президенту было хорошо видно, что он это все знает, и он может в любой момент включить любую кнопочку. Мы знаем, чем это закончилось для Кучмы, для Ющенко, для Януковича. В какой-то момент вступают совсем другие силы, где эти люди молчат, а все происходит по-разному. Поэтому он сейчас очень много находится в конфликте с тем же Аваковым. Может по бизнесу они много решают вопросов. У них там может быть все хорошо по Харькову, по Одессе и так далее. Но если министр внутренний день не подчиняется президенту, а он в данном случае не подчиняется, ни о каком режиме личной власти говорить не приходится. Более того, я не удивлюсь, если тот же Аваков, тот же Луценко, тот же Сытник, который НАБУ возглавляет, что они еще пойдут на выборы. Это феномен Марчука. А помните, когда все говорили, что не надо нам никакого хозяйственника, не надо нам никакого реформата. Дайте нам человека, у которого два чемодана с компроматами. А Луценко будет говорить, что у меня все это есть, я стеснялся все это говорить. А вот если я стану президентом, я все это открою. И люди будут верить опять, понимаете? Но они не знают Петра Алексеевича. Он не верит никаким их разговорам. Когда Луценко ему говорит, давайте так, досрочные выборы, я иду к кандидатам президента, я побеждаю, а вы дайся пин. Он говорит, ну повтори еще раз, кто я, вот я вот такой красивый, от которого млеют все зеркала мира, и я вот дайся пин, что вот это все, только второй срок. А второго срока не получается. Не получается? Не получается. И вот у президента, это вот та часть, которая сказала, если президент концентрация власти, а не будет второго срока, то любой новый президент самый сломобольный, вот кого бы вы ни назвали, вот самый, ну допустим, вообще человек случайный. А Украина такая страна, что почему-то на большие должности попадают иногда случайные люди. Он поймет, что надо отыграться на предыдущем президенте. Попередники все это заработали. Что, кстати, будет на 70% справедливо. Поэтому ему надо как-то идти, либо делать свою какую-то замену. Ну вот, Виктор, несколько коротких, если позволите. Вот, например, интересный закон, который продвигается, вспомним, Авакова, о том, что вот полицейский всегда прав. Да, тут все испугались, что это полицейское государство. У нас уже полицейское государство, потому что по количеству личного состава армии и полиции, хотя мы ведем тяжелые оборонительные бои с Россией, они сравнялись. Там по 200 тысяч, ну не будем тайны выдавать, но там по 200 тысяч и там по 200 тысяч. Что это за страна, где лучшее вооружение, лучшие винтовки стоимостью 30 тысяч долларов, бельгийские, американские и так далее, находятся у Национальной гвардии, которые не на передовой. А это, ну, хотелось бы те, которые на передовой. А в распоряжении Министерства внутренних дел. Он уже откровенно говорит о том, что у меня есть кибервойска, понимаете, а перед ним Кравченко говорил, что есть орлы Кравченко, способные открутить голову любому журналисту. И он это показывал кучами. Слава Богу, хоть Авакова этим не хвастается, понимаете. Дадим ему, он говорит, что эти кибервойска отслеживают всех, кто против презумпции правоты полицейского. И он знает, что это враги народа и так далее, и так далее. А вот в нашем с вами разговоре я уже тогда хочу ему облегчить немножко задачу. Я тоже против, какие многие люди, потому что, как политолог, давайте как, как гражданин это очень опасно. Как политолог скажу, а сам Аваков роет себе могилу. Завтра произойдут обстоятельства, и он, этот, и он не министр внутренних дел. И он тут же меняет свою точку зрения, почему такие полномочия у полиции. Дальше, завтра принимает наш чахоточный парламент, умирающий парламент, как Лебединое озеро. Там нужно показывать Лебединое озеро постоянно, и утром, вечером, и так далее. На всякий случай. Если надо, перевести на украинский язык, понимаете, там, все вплоть до музыкальных тонов. Чтобы какая-то вот народная мелодия немножко шла, там, если надо, бандуры и так далее, и так далее. А одеть Лебединое озеро в вышиванке, ну, чтобы как-то все понимали, что это к нам относится, а не только к России, 91-го, 2017-го годов. Дело в том, что, представьте себе, что закон принимается быстро. Пока мы с вами сидим, через какое-то время принимается закон о приоритете в любом конфликте полицейского над любыми другими участниками конфликта. То есть презумпция правоты. А вот несколько дней назад захватили одного полицейского, СБУшники, который был там наркобароном здесь, здесь, на четверти Киева. Представляете, у него такой закон. Он говорит, я стреляю, потому что у меня презумпция, а вы потом доказывайте. То есть, стоит тогда вопрос, а давать ли презумпцию правоты тогда и СБУ? Дальше. А если СБУ получает презумпцию правоты на аресты, на первые активные действия, тогда стоит очередь прокуроров. Они говорят, нам сам Бог любит быть это. Мы не просто защитники закона, мы должны быть первыми. Вы понимаете, он в этом смысле, это некое, это даже не аваковское. Хотя аваков это реальный кандидат президент, реальный кандидат президент. Но это даже не аваковское, это вот тенденция к тому, что с одной стороны тянется наша горе элита, а с другой стороны население. Сильная рука. Он говорит то, что любой бы на его месте министр иностранных дел говорил. Даже вот эта учительница... Иностранных и внутренних. И внутренних, да. Даже эта учительница из Грузии, которая там у них занимается подготовкой полицейских, тоже учительница, она не должна, она должна быть гуманным человеком. Но побыв полтора года с этими огромными деньгами и комиссионными, и этими грантовыми, и в работе в центральном аппарате, она тоже, видимо, набралась. И она тоже говорит, да, полицейские должны иметь преимущество. Если вы имеете преимущество в конфликте, то есть презумпции правоты, то по всем законам правовой архитектуры должна быть противовес. Значит, и ответственность возрастает у вас один к двум. То есть тогда и отвечать вы должны. Ну, как в мире уже тысячи лет назад, даже раньше еще, в Древней Греции придумали так. Да, ты можешь прийти и объявить человека преступником, но если суд не подтвердит, ты садишься в тюрьму. Ну, и запад тоже так следует. Если вы что-то начали, но оказывается, что человек невиновен, вы несете за это ответственность, и так далее, и так далее. И все работает. Они же делают усиление себе полномочий до уровня презумпции, но при этом не собираются нести ответственность за это. То есть, конечно же, это учитывая наши суды. Но я хочу сказать, что дело не в Авакве. Там бы сидел... Ну, кого там поставить? Вот у него есть оригинальный такой филитонный типаж, такой помощник, крупный, высокий, такой дядька, такой здоровый, крупный. Нет, хуже. Грищенко. Только представьте себе, Грищенко у этого, помощник у Авакова, а наоборот, Аваков помощник у Грищенко, и это же Грищенко, почти интеллигентный человек, райкомовский работник, райсполкомовский работник города Харькова, тоже бы на полном серьезе говорил, нужны полномочия. Я вот что хочу, что дело не в личности Авакова, а дело в том, что сегодня силовики требуют себе полномочий. А мало того, что они выясняют отношения с друг другом, у кого больше возможностей для коррупции и полномочий, но они еще считают, что нужно ужесточать закон в пользу силовых структур. Это все, все. То же самое СБУ, то же самое налоговое, то же самое. Это вот эта новая тенденция. И она каким-то образом совпадает с чаяниями людей о том, что нам нужна не этот бардак, никакая не демократия, а если реформы, то только с сильной руки. Вот как Украина пройдет вот этот перекресток, мне трудно сказать. Но ведь это тогда ослабляет Порошенко. Сильная власть у силы Башева. Нет, он может сделать сам переворот и сам возглавить эту власть. Ух ты. Конечно. Да, это очень просто. Так часто. Мы же с вами сказали, что второй срок не получается, кроме к фальсификации. На фальсификацию в зоне АТО и 5 областей у него там есть 15%. То есть он должен быть настолько выше любого соперника, ну то есть это очень трудно, кто бы сейчас не пошел. Поэтому есть другой вариант, когда завтра меняется конфигурация власти и президент обращается к народу, обставленный какими-то генералами с высокими фуражками такими. И так и так. В стране нужны реформы. И я ввожу эти реформы. Как вы думаете, какая будет первая реформа, если вызвать по телевизору президент, в главнокомандующие стоят генералы? Вот какую первую реформу вы объявили бы, если бы были его советником? Ну я не знаю, если бы... Три раза увеличивать зарплату полицейским и военнослужащим. А я думала, он укрепит свою власть по закону. Нет, так это и есть. Вот как он точно так же помогает судьям бороться с Верховной Радой, точно так же он бы укрепил. Я бы его вместе, кстати, так и сделал. Но опять-таки, концентрация власти, возвращаемся к той большой дилемме, проблеме третьего шага. Говорит о том, что ты должен легитимировать это чем-то необычным. Ты должен победить врага или посадить всех преступников. Тогда население скажет, да, но он нарушил все, что можно. Но мы и так 30 лет все это видели. Но он же такие вещи делает. Он построил дорогу от Измаила до Одессы. Или наоборот снял асфальт от Харькова до Чугуева или еще что-то. Понимаете? Вот чем дело. То есть иногда не хватает закона, и человек делает то, что нужно стране. Тогда вот это сочетание нелегитимного власти, нарушение власти с какими-то эффективными шагами, они как бы закрываются глаза и обществом, и мировым общественным. Но он же это делать не будет. Ему просто нужна власть, допустим, чтобы отобрать у Ахметова какие-то важные вещи. Или Фиртыша заставить окупить свои страдания какие-то. Ну, опять реформ нет. То есть для того, чтобы концентрировать власть, нужна не логика власти, так как мы с вами говорим, каждый хочет себе преимущество в этой нищей стране, а брать на себя большой какой-то реформаторский план. Тогда это будет своеобразная легитимация нарушения закона. Но не с нашим счастьем. И это сложно, потому что всегда возможны чудовищные здлоупотребления, особенно на местах низших городов-миллионщиков. Начинается то, что появятся свои чрезвычайные комитеты, где будут те же самые коррупционеры, те же самые демагоги. И будут расправляться своими же. Но это будет просто уже на 50% дороже. Ну и последний вопрос. Выйдут ли украинцы против тарифов? Выйдут ли тарифы людей на улице? Нет. Я вам скажу, что эта тема Тимошенко, она на нее плотно сидит и очень правильно делает. Как Народный фронт пытается поднять тему борьбы с визами в Россию или спецконфискации. И она тут абсолютно права. Дело в том, что обнищание тоже имеет какие-то свои пределы. Оно не имеет предела только в том случае, как в Ирландии, когда население может бежать от нищеты за границу. В Россию, в Турцию, в Карелию, в Финляндию, в Европу. Но у нас такие пути закрыты. Нам Европа закрыта, потому что, вы знаете, 3 миллиона беженцев без этого испортили всю миграционную атмосферу по всей Европе. И то, что мы светленькие, беленькие, мы украинцы, это нам не поможет. Все западные страны сейчас плохо относятся к любым формам миграции, тем более незаконных. Хотя украинцы же не формируются в банды, как вьетнамцы, как арабы, как тунисцы и так далее. Они не хотят оставлять никакую страну, а они стараются внедриться и стараются работать. Это же видно там все это. Но на самом деле с тарифами есть важное обстоятельство. Вы знаете, я с 89-го года, я извиняюсь за такой срок, я всю жизнь занимался избирательными компаниями. И это уже часть моего профессионализма. Поэтому, когда власть что-то делает, я всегда себя спрашиваю, а как это мне повлияет, если я буду заниматься выбором? Все понятно. Это так называемые тарифы. Если вы видите, тарифы очень сильно ударили по населению, но тарифы одновременно связались с субсидиями. То есть у тебя тарифы, а мы тебе даем субсидии. Это так называемые пакетирования нищих избирателей. Мы знаем, что люди, работающие на государственных предприятиях, как правило, голосуют немножко не так, как остальные люди. А люди, зависимые от государственной подачки, тем более голосуют не так. Тем более, что в любой избирательной компании очень важен маркетинг. Портрет округа. А тут у вас 9 миллионов человек, это вместе с семьями, где вы каждый знаете, кто что получает. Это же можно прислать письмо счастья. Сказать, а вот вы знаете, вот. И что это делается? Значит, перед выборами, даже досрочными, президент выходит и говорит, так и так. Эти тарифы уменьшаются. Народ счастлив. Знаете, как это? Закрутить гайку, потом немножко отпустить. Всем же хорошо. То же самое, субсидии. А субсидии чуть-чуть увеличиваются. То есть, такое давление тарифов связано не только с тем, что олигархи и крупные спекулянты газовых структур контролируют власть. Это да. Но тут и политический поспект. Это идет формирование люмпинизации украинского среднего класса, который вырос, пожарел за вот этих последних 15 лет. Вот начиная с 2000 года у нас был подъем. И вы знаете, что в 19-м, в 19-м сначала, потом в 13-м, и сейчас в 15-м вот у нас мощные ямы. А это отразилось на населении. Люди деградируют, люди становятся беднее, люди много себя отказывают. И не имея возможности найти перспективы, то есть, они не бросаются в бой, они не идут вперед. Они вынуждены принять правила игры. Вот что я хочу сказать. Что где-то правительству, власти удалось заставить население принять плохой договор. Вы не лезете в политику, то есть не выступаете, а мы вам платим по минимуму. Это то, что в Советском Союзе было в 80-х годах. Вот в чем дело. Может ли из-за тарифа восстать? Да. Но в сочетании еще с чем-то. Техногенная катастрофа, какая-то врадьевка, город-миллиончик, оставшийся без света. И вот это как последняя искра. Такое, да господи, мы так терпим. Да вот еще. То есть, какая-то еще искра. Более того, я думаю, что Майдан уже, как форма самоорганизации населения и протеста против власти, уже как третий вариант не будет. Он сразу мгновенно превращается в какое-то выяснение отношений между вооруженными группировками. То есть, сразу превратится в попытку переворота. Обязательно. Ну, если в стране 4 миллиона человек с оружием, около 250 тысяч уже воевали по-настоящему. Им хочется схватиться раньше за оружие, чем найти какой-то аргумент. Ну, так бывает у всех ветеранов и люди пострадавших. Поэтому уже никто, не выйдет миллион человек и будет тихо слушать демагогов, кстати, демагогов, которые еще, о том, что подождите еще немножко, мы сейчас пойдем, поедем к нему и заставим его что-то изменить и так далее, и так далее, как говорили наши тогдашние вожди. Поэтому я не думаю, что тариф, большие тарифы заставят вспыхнуть народ. Но это правильно, потому что люди ощущают связь одной политической силы, когда на самом деле Тимошенко, с их проблемами. Это правильно. Более того, кто-то там появился, видимо, неплохой политехнолог, потому что стали системно. А до времена Тимошенко заговорил о том, что нельзя раздавать землю. Если взять ее личные интересы, у ней точно нет интерес на землю. Ну, точно нет. Она не пытается, как Петр Алексеевич, сохранить своих 120 тысяч гектаров. То есть я его понимал бы, если бы он сказал, не надо раздавать землю, потому что у меня уже 120 тысяч гектаров, я прошу вас ничего не трогать своими грязными руками. Нет, я еще понимаю. А когда она говорит это, этим самым она выходит на очень сильную сельскую проблему, которую село еще не почувствовало. Потому что начнется действительно огоражение, начнется показ документов, что это уже не ваша земля. Таким образом, она делает очень важную вещь. Кроме ядерного электората, который у нее есть, кто-то ей подсказал, она работает со средними слоями, обнищавшими города, тарифы. Это городская проблема. Это не сельская. Село выкручивается. Они страдают от повышения газа. Ну, а он так посмотрел, там 940, там что-то поехал туда. Это вот как-то не выживает. Ну, что-то там такое придумали. А город не может отключить газ, не может электричество. И вопрос о земли. Кто-то ей подсказал соединить мощно два очень электоральных сектора. То есть, горожане, которые страдают от экономической политики власти, и селяны, которые еще пострадают от того, что станет землей. В этом смысле она правильно поступает. И я не хочу сказать, что это путь к успеху, но это говорит о том, что она раньше других поняла, что надо работать с глубинными проблемами, а не с какими-то мелкими, там, давайте посадим какого-то там олигарха или там еще что-то. Это уже все люди не воспринимают. Еще раз повторяю, власть делает сознательно это, потому что 50 человек, богатейших, которые торгуют газом, нефтью, электроэнергией, нагибают любое правительство, а правительство нагибает этих 9 миллионов человек выдвое. Но есть и политический успех. Опуская людей в зону жесточайших тарифной нищеты, они одновременно второй рукой их как бы подкармливают и делают как бы вот лояльный электорат. Это правда. Поможет это им линию? Вы знаете, это сработало в этом, в Бразилии. Это не они придумали. В Бразилии много лет Русев, вот это последний президент, который сейчас попал под люстрацию, и предыдущий талантливый, этот популист, они так поступали. Они создавали большие тарифы для определенных групп и регионов и тут же выдавали деньги населению. И это население 10 лет именно географически, это четко. Я видел статьи, я видел эти карты. То есть там, где выдаются субсидии, там, где население видит связь между этой властью и субсидиями, они голосуют автоматически, независимо от политических дел. За власть. Да. И так было 10 лет. Очень интересно. Ну на каком-то этапе стала страдать же экономика, потому что это же не рыночный способ. Это способ управления, там хлеба и зрелищ, правильно? Зрелище дает президент, администрация президента, постоянно выбрасывает какие-то политические фокусы, а хлеб дает Кабмин. Все, все удобно, все хорошо. Виктор, спасибо вам огромное. Я хочу напомнить, что гостем сегодняшнего студии был Виктор Небоженко. Помочили мы вас целый час, уж извините, но уж больно долго вы у нас не были. Спасибо вам огромное. И оставайтесь с нами. Спасибо, оставайтесь с нами. Мы уже ждем в студию Игоря Бураковского. Будем говорить об экономике. Продолжение следует...